Добрый день, зрители онлайн мероприятия «Научное чтение». Я, Заяц Сергей, участник таких мероприятий, как «Сайнс Лэм», «Разобрать на атомы», «Открытая лабораторная». Эту акцию запустил информационный центр по атомной энергетике, чтобы на время вынужденных каникул вы, уважаемые зрители, могли расширить свой кругозор или просто узнать что-то интересное. Так как я занимаюсь магнитно-импульсным прессованием нано-порошков, магнитно-импульсное прессование 3, то я вам посоветую также три литературных источника. Это будет научно-фантастический рассказ и роман, а также научно-популярная книга. Итак, поехали! Первый – это рассказ Филиппа Дика 1969 года «Электрический муравей». Я немножко подсокращал, убрал лишние строки. Гарсон Пул проснулся в своей больничной постели, зная, что он находится в больнице в трехместной палате. Вдобавок он осознал две вещи. Во-первых, у него больше не было правой руки. И во-вторых, он не чувствовал боли. «Вам еще не следовало разговаривать по видеофону», – произнес доктор, изучая его электрокардиограмму. Мистер Гарсон Пул, владелец 3-план-электроникс. Вы удачливый, мистер Пул. Но вы не человек, мистер Пул. Вы – электрический муравей. Что такое электрический муравей? – задал вопрос Пул. «Органический робот», – ответила медсестра. Дальше герой повел себя, как настоящий экспериментатор, чтобы попытаться понять, есть ли у него свобода воли. И ближе к финалу рассказа, я сделаю еще несколько отверстий в пленке, отвечающей за реальность, и посмотрю, что из этого получится. Это должно быть интересно, потому что я не буду знать, что означают сделанные мной отверстия. Используя тонкие отверстия, отвертку для провелывания отверстий, он наугад проковырял несколько отверстий. Интересно, увидишь ли ты это, Сара, это его подруга? В центре комнаты появилась стая зеленых и черных уток. Они возбужденно крякали, поднимались с пола, летали под потолком в дрожащей массе перьев и крыльев, безумные в своем побуждении, в инстинкте вырваться из помещения. — Утки? — сказал Пул удивленно. — Значит, я проколол отверстие, ответственное за поведение диких уток. — Ты видишь уток? В этот момент утки исчезли вместе с парком. От них ничего не осталось. — Они были не настоящими, — сказала Сара. — Или настоящими? — Ты тоже не настоящая. — сказал он Саре. — Ты всего лишь образ на моей, отвечающей за реальность, пленке. В продолжение исследования реальности вторым будет роман, также Филиппа Дика, 1957 года «Глаз в небе». Протонно-лучевой дефлектор-мегатрон, находящийся в Белмонте, штат Калифорния, преподнес своим создателям отвратительный сюрприз. Он сломался. Все произошло мгновенно. Луч протонов напряжением 6 миллиардов вольт, 6 гигавольт, у нас в институте электрофизики, если больше вольт, ударил под крышу мегатрона и походя снес обзорную платформу. На платформе в это время находились 8 человек, группа экскурсантов и гид. Все 8 рухнули на каменный пол и валяли в шоке, пока спасатели не убрали магнитное поле и с большим трудом не подавили жесткую радиацию. Четверо из 8 нуждали в срочной госпитализации. И главный герой, Джек Гамильтон, выписался из больницы и пошел устраиваться на новую работу. Он пришел в кабинет агента и спросил, чем он сейчас занимается. Физика закончилась, сообщил ему Тилингфорд. Она исчерпала себя. Практически все, что можно было узнать о материальной стороне жизни, уже известно. Давным-давно, столетия назад, физика стала абстракцией технологии. А сами технологи – инженеры. Вместо ответа Тилингфорд потолкнул к Джеку ноябрьский номер журнала прикладных наук. Передавица даст тебе полное представление. Статья была посвящена теоретическим аспектам проблемы резервуаров. Из-под заголовка следовало, что резервуары предназначались для постоянного снабжения крупнейших населенных пунктов божественной благодатью. «Благодатью?» едва слышно пролепетал Гамильтон. «Инженеры и техники в основном заняты перекачиванием благодати по трубопроводам во все общины планеты». И это все, чем они заняты? Ну, есть еще постоянное строительство мечетей, храмов и алтарей. Гамильтон ушел в расстроенных чувствах от агента и, когда Гамильтон, пребывая в самом подавленном состоянии духа, уже удалялся от дверей агентства, группа парней, держа руки в карманах, тихо последовала за ним. Когда Джек стал доставать ключи от машины, парни, ускоряя шаг, пересекли площадь стоянки и подвалили к нему. Завязался спор, есть ли у него квалификации или нет, достойный или недостойный этой работы, а то были сотрудники этой корпорации. И вот один из них. «Ваша квалификация ничем не подтверждена», сказал кто-то из группы. «Кончай, тянуть резину», отрезал Джек. «Можешь задать мне любой вопрос. Каждый получит по три задачи». Опять три. «Из области прикладной и теоретической физики». «Согласен?» «Согласен», нехотя отозвался Брэдди. «Сформулируйте мне закон Ома», вдохновенно изрек Брэдди. «Гамильтону показалось, он ослышался. Таким же успехом можно было попросить посчитать до десяти. А вы не ошиблись с вопросом? Сформулируйте закон Ома», тупо повторил Брэдди. И принялся что-то беззвучно шептать. «В чем дело?» притрительно спросил Джек. «Что вы там промочите?» «Молюсь», сообщил Брэдди. «Прошу божественной помощи». «Закон Ома», начал Гамильтон. «Сопротивление тела электрическому току...» «И умолк». «Какие-то проблемы?» с плохо прикрытым злорадством спросил Брэдди. «Вы меня отвлекаете». Стараясь не обращать внимания на непрерывно шевеляющиеся губы противника, Джек продолжил. «Сопротивление тела прохождению электрического тока может быть установлено следующим уравнением». Странная пустота образовалась в мозгу. Символы, цифры, уравнения, подмигивая, поплыли перед глазами. Слова и фразы порхали, как мотыльки, не желая вставать в маломальском осмысленном порядке. «За абсолютную единицу сопротивления!» почти выкрикнул Гамильтон. «Можно бы принять сопротивление проводника, который...» «Что-то не похоже на закон Ома!» ухмылился Брэдди и обернулся к своим приспешникам. «Сдаюсь!» так и не поверив до конца в происходящее, выдохнул Джек. «Варвару нанесен удар от Господа!» прокомментировал кто-то из венецов сей прискорбный факт. «Испытание окончено! Но как же наше состязание? Надо бы и вас проверить!» Брэдди призадумался. «Давай, конечно! Все, что хочешь!» Итак, электронный луч, собравшись силами начал Джек, отклоняется при прохождении между двумя заряженными пластинами, имеющими определенную разность потенциалов. На электронную воздействует силовое поле под прямым углом к направлению их движения. Обозначим длины пластин как L1, обозначим расстояние от центра пластины Джек запнулся и умолк, выпучив глаза, взирая на невероятное зрелище. Чуть повыше от правого уха Брэдди появился губастый рот и пухлая ладонь. «Кто-то невидимый стал нашептывать Брэдди. А может, у меня галлюцинация? Но только что вам кто-то шептал прямо в ухо. Это ангел Господень, – ответил Брэдди, – вполне естественно для нашего мира. Так что же произошло с этим миром? И что повлияло на такие изменения? Вы сможете сами прочитать в этом романе. Но про одну из причин, вероятных причин, можно узнать в научно-популярной книге «Аси Казанцевой. Мозг материаля». Эту книгу я выиграл на «Разобрать на атомы», когда разродился хорошим вопросом. И теперь давайте узнаем немножко про мозг. Раз мозг материален, значит, как-то его можно исследовать. И вот про одно такое исследование из книги, еще раз «Аси Казанцевой. Мозг материален». Вы приходите в лабораторию и выполняете там два задания. Почти как в предыдущем романе, но более реальные. В одном задании вам показывают на экране русские слова, а вы должны, нажимая на кнопки на клавиатуре, указать, настоящие ли это слова, к примеру, «рисуешь» или «выдуманные», «шмакешь». А в другом задании все слова настоящие, а ваша задача определить, конкретные ли это действия, типа пишешь, или абстрактные, что-то веруешь. Пока вы все это делаете, над вами стоит человек с катушкой. Сразу, как только на мониторе на полсекунды возникло новое слово, катушка отправляет в моторную кору четыре импульса. Бац, 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 бац! Через каждые 50 миллисекунд. Я уложился только что. Работа моторной коры, управляющей движениями руки, у вас нарушается. Вам пробуют стимулировать поочередно то левое, то правое полушарие, а на кнопке вы каждый раз нажимаете той рукой, чье полушарие сейчас никто не трогает. С заданием вы в большинстве случаев справляетесь. Но что интересует исследователей? Это время реакции. Сколько вы думали, прежде чем отнести слово к какой-нибудь категории? Вас просят думать как можно быстрее. Если вы тормозили более полутора секунд, на экране появляется укоризненное сообщение о том, что ну как-то вы слишком медленно принимаете решение. В то же время сами же подействовали, которые катушкой, да еще и ругают. Но в большинстве случаев людям, несмотря на катушку, полутора секунд хватало. И таких исследований в этой книжке написано достаточно много, хотя если посмотреть, на самом деле еще прочитал только половину. Довольно интересно. И чем же закончить это мероприятие? Кстати, чуть не забыл сказать, что в этой книжке есть полезные советы, как готовиться к экзаменам. Я их открывать не буду, чтобы вы сами все прочитали и узнали. И на этом я заканчиваю свое научное чтение, а эстафету передаю своему непосредственному начальнику, непосредственному начальнику по открытой лабораторной, Нине Садыковой. Всем успехов, не болейте!